Здравствуйте, друзья! С вами Виктория. Сегодня я вам предлагаю рецепт домашней выпечки. Пирог «Зебра». Получил он такое название благодаря своему полосатому узору. А приготовить этот пирог очень легко в домашних условиях. Для приготовления нам понадобится кефир комнатной температуры, 3 яйца, сливочное масло, растительное масло, мука, какао, сахар, сода и щепотка соли. Все продукты должны быть комнатной температуры. Сначала в емкость выбиваю 3 яйца. К яйцам высыпаю 180 г сахара. И хорошо взбиваю миксером в течение 4-5 минут до пышности. Масса должна побелеть и увеличиться вдвое. Затем добавляю 240 мл кефира. Кефир должен быть комнатной температуры. Добавляю щепотку соли, 50 мл растительного масла и 50 мл сливочного, растопленного и уже остывшего масла. И хорошо перемешиваю миксером. Затем добавляю 2 третий чайной ложки соды в муку и хорошо перемешиваю. Полное количество продуктов я вам оставила в описании под видео. Затем высыпаю муку в заранее замешанную массу. Сначала немного перемешиваю миксером, а затем включаю его и хорошо перемешиваю миксером до однородности. По сути, масса готова, тесто готово. Теперь нам нужно его разделить на две части, напополам. Я это делаю на глаз. В одну часть добавляю 2 столовые ложки какао. Какао я просеиваю и хорошо перемешиваю венчиком. Другую часть теста мы оставим так же, только нам нужно в него будет добавить 2 столовые ложки муки, чтобы консистенция у нашего теста была одинаковая. Там 2 ложки какао, а здесь 2 столовые ложки муки. Затем беру формочку, хорошо ее смазываю сливочным маслом. Формочка у меня диаметром 24 см. И поочередно выкладываю в середину формочки 2 столовые ложки цвета белого теста и 2 столовые ложки шоколадного теста. И так поочередно поступаю со всем тестом. В центр формочки, это очень важно, чтобы все расходилось, чтобы тесто равномерно. Вот таким образом этот процесс займет 5-10 минут примерно, но нужно набраться терпения, потому что получается очень красивый узор. Детям тоже это очень понравится. Я вам очень советую не брать формочку диаметром меньше, чем 24 см. Иначе бисквит может при выпечке подняться, получится бугорок и из-за этого узор нарушится. Смотрите другие рецепты выпечки на моем канале с полезными советами и подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Затем беру зубочистку и делаю вот такие разводы. От центра к краю на 8 частей. Можно сделать немного другой узор, это уже по вашему усмотрению. Я сделала вот так. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Готовность проверяем с помощью деревянной шпажки. Пирог у меня запекался 35 минут. Я его остудила и вот таким образом немного провожу ножиком по краям и вытаскиваю его из формы. Все готовится, как вы видите, очень-очень быстро. Очень простой и хороший рецепт выпечки к чаю. Ставим чай и сейчас я вам его разрежу и покажу, какой он получился внутри. Посмотрите, как легко он режется. Получается он очень вкусный и воздушный. Узор смотрится очень красиво в разрезе. Обязательно попробуйте этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Всем желаю приятного аппетита, хорошей, удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами! Субтитры подогнал «Симон»!